вот сегодня 10 апреля 2015 года пятница страстная по нашему в 9 часов утра как раз сейчас христос распят на кресте и там он будет до трех часов по нашему времени у евреев 6 часов вечера у нас еще 6 часов до 24 новый день начнется у них 6 вечера солнце высоко начинается новый день поэтому три часа оставалось на похороны и вот снегу сколько представьте уже апрель это володя все раскидывает чтобы она быстро все не говорят около может 6 до 12 градусов может быть тепла деревне сердце это мы живем в городе барнауле ползунова 6 но это уже окраина прямо рядом тут уже протока и от всего два дома дальше это когда остается вот сколько посмотри до зимой мы убирали вот это тут миндаль у меня засветет скоро этого два дома которая получил после суда вот сколько видишь как еще пятница сегодня суббота должно растаять это тут у нас придут люди на лице вот ну так это у меня на забор и висит ведро гады немцова приносит это добывает там мясо сало разная его рублю и кормлю всех собак сегодня уже кажется 4 собак накормил они тихие спокойно собаки и никого не трогают вот как а тот у нас на стене звонок кто с улицы раз позвони на руки трясутся поэтому тут так вот как земля то еще не прогрета еще градусов не знаю сейчас сколько утра ранее с крыши капают вот мы как в деревне живем здесь вот намеряюсь батюшка он приезжает в понедельник всегда пасху встречает в деревне в потеряевке приезжает а потом уезжает домой я в прошлом году с осени уже навострился приехать на поле на поля наши когда будет таять проталины вспомнить все как я там пас с отцом детства юность там как бы прощаюсь совсем какое-то такое настроение прощальная вот вон там у нас где качеля была качели качели она и осталась это горка надо идти прям рядом где-то ну спаси христос иди володя маленько подержи у меня руки трясутся и толку то от него что по-моему записывается туда подойди я покажу вон там где это катушка наша была это мыши объели вещи надо будет обматывать обмазывать и материя заматывать и где ведь это как обглоданная вон до каких пор это мыши а вот на скворечник нынче отремонтировали володи повесили вон ни одного скворца еще потеряются уже в полмесяца они я говорю у меня потеряете в саду было сто двадцать три скворечника там чего только не было из сапога из валенка и огнетушители лишь бы залазить можно и все заполнено оркестр был птичий базар всегда надо помнить это вот я здесь ничего не садил это я пришел когда я судился после освобождения был реабилитирован у меня многое изъяли я стал по расценкам в государственном сколько стоит запись магнитофонных лент это две тысячи с половиной часов 15 магнитофонов было оформление такое и те были деньги не доминированные 11 миллиардов 11 лет шел суд я его выиграл мы только заплатили одну двухсотую часть и у города ответственная была городская администрация а кгб в сторонке остались как будто они не при чем даже не упоминается нигде это уже в советское время и вот и вот девяносто седьмом году они решили рассчитаться недвижимость я попросил вот этого дом где мы молимся вот домик это 6 а где я живу там на 2 на 2 квартиры во вторых там надежда васильна мы с володей здесь и вот принимать людей у нас есть где когда приезжают мы у нас здесь специально есть как гостиница и в трапезной можно отдохнуть вот я не садил ничего дали мне когда хотя еще начал говорить береза я ее не садил ель какая ель прекрасная я ее не садил дом этот не строил пришел поселился и какие-то там бумажки это деньги я имею ввиду это надо сюда помнить вот этот забой я тоже его не ставил вот это наше что четыре качели для ребятишек да все это виктор андреев взял на шагнира вот она где наши знаете на подшипниках вот ребятишки как начнут здесь качаться вот так это песочница ее снегом раздавила вот яблони полностью сгрызли мыши настолько яблони да яблок давала показать я хотел показать как бог делает когда ничего у тебя нету ничего нету и в этой немощи бог проявляет силу это вот щиты мы делали на большие машины такие как прицеп называются и отсюда увозить много надо было в деревню а мне машину тут давал один Малицкий Максим он предприниматель хороший человек и вот два щита вот их ставят и коллегам заполняют здесь катушка была я говорю Володя давай свалим их и начал раскололивать хорошо это вот моя работа там Володя а здесь я у кого тут одна рукой нету но у меня после операции не сегодня едва едва-едва поднялся так для виду только как говорится шатаешься ходишь то есть надо ценить то драгоценное время когда ты молод вот скворечницу мы опять с Володей вот эта она была высокая для голубей крестовина отпилили от нее два метра повалили она на растяжках убрали скворечник заново отремонтировали ни одного скворца нету так у нас еще третий скворечник он идет смотри там живут какие-то я не знаю бывает летом я не бываю не знаю что за птицы может быть а где скворечника а где а вот я лестница у нас на стене то под крышей а он где видишь да вижу вот наведи покажи вот я просто хотел сказать как надо беречь в памяти то добро которым нас Господь окружает вот я голубей которые были в комнате я их уже сюда отправил и закрыл на благовещение я вынес последнего голубенка комнату очистил и он там находится на другом прихожу утром он меня уже не узнает а еще у него друзья завелись но я его прикормил и у него сразу пробудилось чувство благодарности вчера вот я ему семечек вот так вот у меня всегда в кармане семечки вот я достаю и он поклюет маленько а любовь свою так между пальцами нос как голуби друг друга целует он целует целует не могу идти вот так вот начинает целовать то есть у него вдруг пробудилась это чувство сейчас почти почти свел нет там воды им оставила на пасху ранним утром думаю выпустить то есть послезавтра он пока обыкнет и там уже малышей много малышей где-то штук шесть уже где-то на подлете будут потому что прошлом году тут была какая-то эпидемия это вертяжка много голубей погибло тут и было то всего 12 сейчас их 12 и есть а эти поднимутся уже будет 17 они быстро плодятся видите сказал у него на старой голубяте там до 8 и на 2 голубят не 12 то есть 20 голубей это кормить надо как бы не барабаш и горту бы ничего не взял все время надо помнить благодарность богу что есть барабаш который имеет там 180 гектаров земли дряненький комбайн я всегда говорю если бы я разбогател ну допустим как-то нашел бы денег там где-то первым делом что сделал бы купил барабашу комбайн новый как он мучается вот игорь барабаш деревня у нас это образец как надо жить от земли работает коровы там 36 крупного рогатого птица овечек у него там сколько он хотя я не знаю сколько то но нара пол сотни уже у него все есть почему он работает все таки 150 километров дороги нет и каждую неделю надо барнаул приехать быть каждую неделю продукции сбывает он кормит то смотришь от сидят кто-то там где-то начальники что-то не выдумывает говорят никто ничего не делает но мы то что тут хотел в городе живем на пенсионер вот а вот смотри построили здание вон красная видать угол это бывший краевой суд где меня судили восемь шестом году в августе меня судили по этапу отправили в женатас его он видно где он стоит а сейчас там музей истории искусства культуры там что-то такое я даже ролик такой сделал вот этому домики мне дали мы их обшили игорь их пропенил тут по этим нормально прожили и не сделали потеплее как даже не видел нигде почему не знаю потеряю по все переманула они там даже снег было они в коровнике как воробьи в городе человек в домах живет чем будет раскидывать нечего какая погода его интересует только на пляже это частный теперь домик 13 соток 13 соток сейчас мы раскидали и щиты освободили братья завтра придут нам оленят и мы их вытащим уже все подготовлено это у нас склады пять складов лагерь содержим это мне вот эта стена которая из шлака слита это это все кто-то делал сарае вот эти стены сараев такие которые шлака это так было а это остальное мы уже сделали это бог так сделал ничего нету и вдруг есть такое представьте центр города 13 соток мы выходим тут гуляем тут играют дети молимся это дар божий даже ничего нельзя придумать лучше вот хотел показать посмотри лежит когда богу доверяешь что благодаришь бога бог еще еще тебе все сыпит и сыпит дает вот он у нас на наш ход голубая дверь уходим где же васильна все побежала каждый день в храм бегает тут храмы московской патриархии вот побежала туда такая погода что нам бог дает стали поблагодарили я был неверующим ничего этого нету только он как неверующие сидят на этих нас на крыльце каждый день друг другу надоедает ни разговоров никаких от участка выставил материал витя поет о пасхе христовой сразу пошли отзывы я с форума выставил 6 проповедей своих раньше говорил о пасхе то их не 6 то может было больше намного то что сохранилось стихотворением и сразу отзывы такие благодарность у неверующих ничего этого это еще он скажет ну пасха пасха там он паститься не пастился не верующих это как фектанты они никак это же все усиливает усиливает просто восприятие праздника почему евреям указание было паститься они постились и потом приходил народ они там по куску мясо по лепешке там давали человек так устроен и села из души ему надо и тело обиходите надо душу это у православных нас еще от этого обдумано было как-то человек себя смирял ждал молился меняется форма одежда свет ризы но все содействует сокрушить дух человека смирить перед богом почему ян златоус говорит что каждого человека жизнь напоминает колесницу которая запряжена два коня 1 без совете и с кем не советуется и у них ничего этих людей нет и второе непослушание и вскачь несется в ад это колесница на которой человек сидит он никого не признает а мне не надо еще советовать я самодостаточен а верующий не самодостаточен мы обращаемся к богу православие православие это полнота обращаемся к божьей матери святым а как к мертвым обращаться такая тупость сектантская не считает ничего не понимает библии а мы видим что люди живые они никуда не делись они под жертвенником вопиют они знают что на земле делается почему а доколе владыка не мстишь за кровь нашу то есть они знают что кровь неотомщена бог с ними разговаривает а сектанты не будут говорить почему а чего надо поднял руку нас уже миллиард на земле до миллиард это ад мало спасаемых а тут широкая дверь открыли ни поста ни креста бритвы какие угодно я не посмотри женщины там девчата все без подков то есть никто не молится а мы у нас мало ну мало и что что мало бог на множество не смотрит он к потоку подведет покажет что из 32 тысяч только 300 человека нужны ему были чтобы славу себе не приписали поэтому с нами что делается моего тут ничего не это то бог сделал по нас нас полноценная жизнь строгости по канонам церковным этот еще мы убираем показываем вот так вот зима лютость прошла это не до неверующего надо быстрее это растает все это расковырять в душе своей показать что это не понимал это надо убрать лучи солнца обогрели то есть бог пасть просветил разум рассуждения то нету а ты должен во все во все вклинить места священного писания а вот стена а стене то сколько писаний говорить этого ограждения ограждения там трестала на он ее замазывать не надо то есть можно замазать так и идеологические разные там догмы уже рухнул коммунизм ничего не то все цепляется цепляется где-то замазывает грязь это сатана делает так надо признать ошибки и проще ошибки признавать хорошо когда дух святой обличает ни на кого не обижается человек благодарит бога отдал бог работу я не могу работать не могу поясниться а это опять же хорошо а что хорошо братьям вчера работаю здесь ковыряю вот это вот надежда сильно подошла и лопату отбирает а зачем у тебя столько ребятишек а ты такие сыновья большие выросли а ты тут сам все делаешь не можешь такое как от нее отбился смеется пошла молиться видите я один день рассказываю только вот в ограде стоим солнышко благодарение богу я уж не говорю туда лезти голубя может было бы слазить показать может залезем показать голубят маленький давай-ка потихоньку залез туда вот у меня три кошки здесь легко ходить и ходил ходил почему потому что много я не видно здесь не пойдем к это может быть вот туда можешь показать вон сколько пшеницы заходите попасть поснимали здесь голубят я расскажу какие все вокруг уже крысы нять какая не попадет этот молодняк вывелся вот они 3 4 5 и вон там один молоденький сидит вот они у меня какие и у него такой же шине он щек на маленький то лишь и под крыльями то еще все голо но там вывелся мать уже в это время сидит на других яйцах они быстро плодятся вот они где мы иди иди от которой у меня с собой то был там ведь дело ни фирме да сейчас покажу куда отец а а вот он сидит ход фото хвостик реально очень помогает подожди подожди гуля-гуля 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 ну-ка давай давай ну века давай вот он где в комментах сидел там ну-ка подожди а также и от αυτό какой вот он какой у него хвостик сейчас я покажу оттуда смотри вот он где ну-ка ну-ка будешь клевать нет подожди к гуля 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 давай 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 но не до этого ему я их закрыл лишь они закрыты вот они в кучу сбились а теперь не задень только ногой ничего выйдя туда покажу тебе некоторые даже не видали никогда таких вот сейчас я покажу куча пшеница но не разная то есть вывелись может маленько полить как и в одном гнезде бывает этот его как кукушонок забивает совсем горенький ну холодный тот это один еще вот они какие глазки у них пущи глаза ушки открыты потом все закроется вот не надо надо не забыть где в другой где она их покинет не будет он еще вот вот смотри здесь вон не ниже он сидят а вот ниже сидят но эти еще не вылетали из гнезда опа ой какие они у меня хорошие уже шиньончик у него все а этот побольше как будто бы давай ка сюда ой мои хорошенькие вот они какие бог это под вот где держишь как студий какое-то у него наелся вот даже вот она видно даже держишь вот она лишь как а я той зуб его ну идите 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 вот они пошли воды покажи куда они пошли вот они где пошли а это мамка сидит так тут бы не задеть никак ну-ка давай посмотрим что у тебя тут есть ну-ка подожди подожди вытащил тебя вот она покажи там яички вот они где запачкались вот они два яичка скоро выведутся она на яйцах сидит вот так ну иди 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 что я тебя обидел за это я тебе дам семечек на вот ой ударила века бьет видишь как ли на гнезде она никого не допускает а так никогда не ударит а вот это еще сидит ну когда мы посмотрим все у тебя тут не бойся но 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 вот оно что вот оно что такое о них ай-тай-тай-тай вот они два яички тоже это соседка соседушка вот так а тут больше не видать это а то тоже на гнезде сидит вот такая вот он здесь взял я им это и бросил сено вот он сидит здесь он пытался вот сюда войти и он ее взял вот так вот этот голуб я а я стою наблюдаю но он его взял толстая она тут потолще конечно и к ней туда несет ему бы только пониже опустить и сломить он не понимает что он выше стаётся теперь с той стороны сюда я насчитал где-то раз 70 он туда-сюда он не понимает положи за один конец и войди во чтобы она вошла вон не сообразит ворона то сообразит он не понимает а то ему пытается помочь она на гнезде покажи сюда вот она сидит на гнезде не за день вот она сидит и он я пытался мышь как обложила я сеном гнездо уже заложено можно посмотреть какой-то покажи ну чё-то обидно видно да 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 но я тебя потревожил ты не обижайся я тебе дам семечек за это на вот так вот так ну раз уже я виноват то надо заложить маленько ну-ка а то он готовится все время гоняет ее голубку чтобы она была на гнезде а вот этот самый который дома был держи держи он не будет сейчас ничего не угонять держи гуля 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 ну-ка давай ну давай ешь 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 все смущает его здесь этот ручной который у меня в комнате на плече сидел а там дырка закрыта отверстие я открою его на пасхальный день но давай я тебе возьму ты дашься мне нет держи скорее да вот он где хорошенький да давай вот и давай опа подожди подожди маленько не дергайся не улетай вот они мои какие хорошие да хороший давай гуля 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 ну-ка смотри а это тот гоняет ее голубку вот смотри сейчас я расскажу вот он ее гоняет долбит ее почему долбит то есть она должна вот-вот снестись а он ее долбит и долбит и долбит то есть живут как голуби говорит получку аван задолбит мужик женушку свой он и огонь и тут внизу все вот теперь он гнать ее не будет все вот он ее загнал туда у него два гнезда она вон она сидит вот она какая красота то какая то он ее гонит внизу как только на внизу залетела он замолчал вот она где а это он весь тугой такой иди домой иди не вылазь а то заберу тебя а вот он какой сильный лапы ну-ка тихо 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 его видать какой он героически но но еще у меня признаешь нет а шиньон то у него какой шикарный но иди туда вон она твоя красота себе заводковал вот вышел так все такое прекрасная птица чудесная вот они сидят показал где а здесь я и взял пить но они отправляются чтоб туда не попало я видишь как сделал банка вода налито это кирпичом подпер здесь лопата 1 лопату установил на ведро упер в тазики старым то есть они садятся а прокинуть уже и не могут сколько дней и чтобы туда не оправляется туда чтобы не попадал помет а это для специально сделал миша кормушка когда уже потому что не в кормушке тоже оправляется но мне туда сыпать не охота вот приду подливаю помаленьку вот она сидит а это вот эта мать того который ручной было то в комнате жили моей это она здесь нам она малышей села им холодновато она то чувствует а до бутылки воды вот сейчас я сейчас маленько добавлю там она может автоматически добавлять захочу у меня я ее заберу а здесь у меня семечки все закрыто потому что мышки могут и здесь покосить попробую зазвать сюда так мои гули 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 да хорошие гули ну-ка ой какие гули ну-ка давайте вот они гули какие вот они смотри какие гули 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 а тот не слазит вот он сидит он ждет отдельно ему вот он гули мои гули да хорошие гуленьки а вот это пестр от отец его этого вы там у них опять выведены уже третий выводок вот они где да замечательные голуби у меня да красота то какая а ты сидишь там один смотри на них теперь зазнался дал ему свободу так он и меня презирает уже это не горится на то у меня семечки долгов же не дает семечки смотри сколько у меня семечек это я уже третий год помаленько им дает 2 меж 3 2 мешка и половина вот вот они как були гули 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 всем надо семечек вот они где это отходы в тазик кладу это воробьям пойдет вот они два тазика 2 2 ведра и вода но отнимает время отнимает конечно прихожу здесь молюсь замечательный как а он стоит один остался иди сюда иди иди ко мне иди гуля гули 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 гуля гули гули гуля гуя гуля гуля нет в dedic1 его на руку бы взял я сейчас подойду к не может посмотреть и взлетет тогда он вообще улетит но гули мои гули до потихоньку знаменит они были гули 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 Держи, держи, держи. Гули, 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 гули. Давай. Вот он где. Вот он какой у меня гули. Сейчас я его постараюсь погладить. Ну, да замечательные мои гули. Да вот он где. Не бойся, не бойся. Иди сюда. Ни один гулок не даст собаку, он ручной. Но их много, и он смущается. Сейчас я дам тебе семечек. Подожди. Ой, какой. Ой, а семечек-то у меня и нету тут. Вот он где, давай. Давай, вот он где, давай, давай. Вот он где, держи. Держи, держи. Гули, гули, гули. Давай, ешь. Вот, сейчас мы с ним наладим связь. Мне его надо на руку на эту пересадить. Вот он как. Давай, на руку на эту садись, чтобы я тебя мог гладить. Давай, давай, вот он где, давай. Вот он замечательный какой у меня. Вот теперь уже началась у нас с ним дружба Ну-ка, давай, ешь Смотри Теперь, ну-ка, давай, как мы Вот он, теперь началась любовь у нас Ой, какой он любит Как чтобы его за носик подёргали Да вот он молодец какой Это твой ты смущается То, что носит Давай, ну вот он где Это такая благодарность у него Ой, молодец какой Да вот он какой Ой, замечательный какой Вот он Он никогда не дастся так Да хороший такой Ну где Вот он какой гуленька у меня Ну-ка, давай Вот он Ну всё, уходим Вон они лежат Видите, сколько утешения дали мне Кабы этот дом-то и не дал мне Господь Ничего этого не было в городе А здесь и голубят Я сейчас открою А туда тогда На мешки направишь А где рыжая? А рыжая где? Вот она где Вот видите, да Дальше вот видно, нет? Рыжая, рыжая Где она рыжая? Ну-ка Рыжая, кошка где наша? Вон, бежит, бежит Вот она, бежит Она красавица Иди сюда, рыжая Да моя рыжая кошка А это белая Её сын Вот этой белой Это Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну Коробка здесь Видите, бочки Какие Какие бочки Туда покажи-ка Сколько пшеницы-то Вон туда в угол Видать, нет? Ну немножко Это несколько тонн бывает Ну-ка Ну там тонны-то нету Там Ну вообще-то около этого Да хорошие мои кошки Вот мы сходим Для разнообразия К Пасхе Христовой показать На Пасху я их выпущу На Благовещение закрыл Выпустил из дома его Такой был обычай раньше На Благовещение Кто-то птичек ловил А кто-то покупал И давал свободу А тот вокруг Как у нас видится Вот и все Ну и все Можешь выключить Подожди Сейчас я, глядя, как Закрываю Ну-ка Ну-ка Подожди Вот она какая О! Все! Закрыли Вот они где сидят А это вот Какие сделаны Чтобы кошки Туда не залезли Трубы Раз, трубы Это из паранита Это все надо Чтобы никакая Тварь лишняя Туда не пролезла Я еще не знал Вот так А вверху сетка Чтобы с крыши не могли А чтобы они не могли Знаете, это железная Сержень Кошка на нем не удержится И ни одна тварь не попадет туда Она даже вот залезет Она, видишь, как с жестью вокруг До жести дойдет Дальше никуда Везде все упирается И снаружи так же И чтобы кошка с крыши Сюда не попала Раньше я делал так Даже вот эти вот По краям набитые Только для этого Видишь, вот голуби Сколько надо возиться С ними знать Это доставить А пользы-то никакой нету Кроме духовной Я размышляю тогда Вот Господь избрал одну птицу Из всех сотворенных Только голубицу Вот это поется Голубица, моя голубица Когда они поют Ну все Пошел У меня работников Никакого нету Сегодня совсем кое-как Оделся в утро Вчера поковырял Маленькое Ну все, тогда Слава Божию Батюшка приедет Я с ним, наверное, уеду В понедельник туда Вторник пробуду И обратно вернуться Если Бог благословит Вот так Нам еще тут За кем-то смотреть Это дает большое разнообразие У человека Обязательно должно быть Говорит хобби Какое хобби У некоторых людей Хобби Творить пакости Подслушать где-то Выпить, обмануть У нас главное хобби Это благовестие Если так можно назвать Но По-житейскому Вот тут копаемся Без труда никак нельзя Тем более у меня голуби Радость моя Господь дал мне Эту радость Любовь к ним Все На этом Пошел Пойдем Мы сюда Дай